так мы оставили здесь лари родители если вы меня слышит youtube до можете предпередать у нас уже и того пятая часть возможно быть 6 этого я не знаю я прописал конечно скажи просто что было где в салифейсе у нас умер лари каких-то заяц догадочные обстоятельства соли типа на него пришла подавать в суд эшли вот и короче типа лари говорит у нас мало времени я должен тебе помочь и у нас разделилась все на два мира это четвертый эпизод уже конец 4 эпизода вот и вот 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 так вот как и как есть так этого мы в этой комнате мы можем меняться за лари уничтожить магические барьеры я так понимаю мы будем как-то спасать их и загружен экран сам по громкости нормально вы меня слышите да ванная здесь тоже ничего так ничего исправить к сожалению да не писти там тоже в фильм хоррор только что был фильм хоррор так с их я не могу никак сделать ничем я могу их спасти вообще если вы меня слышите мы все исправим только держитесь бля я забыл как я уже озвучивал так что же мне сделать можете спать спасибо наверно назад я бы вообще мог просто вниз прыгнуть но это я тоже не могу сделать квартира генри и квартира роберта телек засала включить телек надо включить то есть да так стерк мы включаем смотрим чего у нас изменилось за мари какую-то штуку мы убрали так это мы сочетали уже поняли уже какая-то игра началась именно экшен если вы меня слышите мы все исправим только держитесь бля я забыл как я озвучил уже так и чё сделать еще в теорике включил ну он уже на пятом да мне рассказывали что на пятом быстро все будет а в итоге так как там джей кэл а-а-а так за лари ничего не могу сделать давайте в эту квартиру пойдем что здесь магнитофон ну и см держись чувак держись чувак вот так взял так еще одно бред еще убрали кажется в коридоре что-то произошло Так, погнали смотреть. Здесь ничего не произошло. Так, все, теперь получается за Лари, ой, за Салли, да мы? Так, все, окей. Джей. К. К. Л. Легко. Прыгаем вниз, даже. Угу. Так, мы здесь, за Лари тоже спрыгнем. Сейчас чекнем еще раз что-то с предками. О, мы их спасли. Сработало. Все, окей, мы их спасли. На того Роберто пуху вообще абсолютно. Так, квартира Дэвида, квартира СиДжея. Пойдем за Салли сначала. По порядку. Так, здесь все в порядке. Так, можно ли тебя просить после тримации на текст песни? В первый раз попробую написать. Постараюсь посмотреть директ. Спасибо. Конец четвертого, да. Ух ты, бля. Я понял. Мы убираем вот эти вот засовы какие-то. Так, друзья. Салькрансали, приятно встретить тебя снова. Бросто, Сал. Как? Бля, я забыл совсем. Как твои дела? Приветствую. Рад, что ты смог к нам заглянуть. Не могу задержаться, я немного занят. И все же я очень рад вас видеть. У вас все хорошо? У нас все пучком, чел. Просто зашибись. Ты должен остаться, Сал. Да, тебе лучше остаться здесь. Нет смысла сопротивляться, друг. Мне надо идти. Все в порядке, не беспокойся, Сал. Ты поймешь. Так, все, мы все будем. Нам это неинтересно. Пропустил дальнюю комнату на четвертом этаже. Ну, вот так вот. Ух ты, мы первый раз у него в комнате. Печально как-то. Дэвид. Мы должны смотреть за пределы жизненных тяжб. Самую суть всех вещей. В этом наше спасение. Такс. Получается, к нему я зря заглянул, да? Ничем не могу вам помочь. Так. Так. Л. Джей. Джей. Л. Джей. Л. А, блядь, здесь еще вот эти комнаты есть. С ума сойти. То есть я на верхнюю комнату же пропустил. Дурак я, чуваки. Пых. Здесь ребенок, все нормально. Тут ничего нету. Пых, ты как, приятель? Как? Ага, тут творится какая-то фигня. Думаю, скоро все устаканится. Скоро? Ага, я просто приглядывай за Содой, ладно? Содой? Это твоя дочь, помнишь ее? Она сидит прямо рядом с тобой. Они пропадают, что ли, из мира из-за там. Смотрите, какая-то странная кукла. Темный пони. Стремный пони, которого я нашел среди вещей Соды. Ну, я что-то сомневаюсь, что он принадлежит ей. Угу. Такс. Что нам это дало? Что-то поменялось? Эти мечущиеся штуки что-то неразборчиво нашептывали. Окей. Закрытая комната. Мама пропала. Это, к примеру, мы будем до этажа спрыгивать. Ларри может открыть. У Ларри вообще этой комнаты нету, 304-й. Ну, мудрый, уже, блядь, этот Марат еще, нахуй, пишет 2 часа стрима. Ты краш, ты топ. У него больше нет букв на клавиатуре. Что, не видите, что ли? Как ебанить его разок? Так, старая квартира Пакертон. Давай тоже это закрыто. Ну, естественно. Здесь какой-то липкий замок. Мы его не... Я понял. Так, сейчас. Тоже никак не пройти. Пойдем в квартиру туда. Ух ты, блядь. Здесь вообще запущено все максимально. И что вы скажете? Перед светом была лишь тьма. И ничего более. Накурились, блядь. Не берите корянс, не умейте. Что ж такое? Как это понять-то? Вот это все. Ванная. Что-то в ванной. Что в ванной? Засор унитаза. Так. И что? Туалет. В туалете что-то плавает. Кажется, мне придется... Фу. Так, что ты достал? Окей. Что тебе придется-то? Ключ. Мы, получается, его взяли или что? Этим пиздец не спасти никак. Тогда посмотрим. Ага, смогли зайти. Пустая комната. Пустая полностью. Я сегодня вообще, ну, въебал твистер перед этим. Перед стримом. Как из кейси у Билова. Быстренько. Так. А. Что здесь? Супер геймболи? Какого? Говно в туалете. Зачем мне эта комната? Здесь полая поверхность. Может быть, за картиной что-то? Так. Нет. Не работает литера. Ну, я так понимаю, все, что сделали, мы смогли. Нет. Странно. На, тут еще есть спальня 2. Заларин, это, кстати, первая спальня. Здесь ничего абсолютно. Здесь. Здесь тоже ничего. Странно. Ничего не могу сделать в этой комнате. А это появилось. Выдоров. Спасибо. Здесь убрали мы засов. Уйти. О, готово. Еще на этаж ниже. Спасибо, спасибо. Здорово. Мой первый донат. Сали в рот на сале. За год, что я тебя смотрю. Как путыл вчера, да? Блин. Была замануха. Нам сказали отдельный кальян. Так и было. Нам дали отдельный кальян. Мы пришли, чуть пообщались со всеми. Поехали домой. Не спеши сначала бы еще сюда, так и сделаем. Другие комнаты тоже не забуду. Так. Это еще и на время, да? Я правильно понял? Интересно. Так, ну пойдем посмотрим другие комнаты. Здесь третья закрыта. Здесь четвертая открыта. Так. За ларежи у нас. Двести третьей нету. Двести четвертая открыта. Здесь вообще нет никаких диалогов. Мы просто здесь, так сказать, экшен делаем. Экшен часть игры. Может быть, не совсем правильно сделали разработчики, когда так поступили. Наверное, мне кажется. Как будто затянуто, может. Ничего. Крест. Кухня пустая. Туалет. Я полагаю, мы встанем сюда. Сюда. Положи пони в круг. Сейчас. Так. Можно сваливать, да? О, кассета. Ну, погнали. Что, это гнев, наверное, да? Почему они так смываются над нами? Ускользают от нас. Эти грязные, сраные свиньи. Они свиньи у мног божьих. Трупы животных тащат свои когти и сноют погрязи что-то. Меня постоянно меняя. Мы не генералируем каждую молекулу их жалкого существования. Вообще непонятно, что это за кассеты. Так, все получается. Можем падать вниз, я полагаю. Сделали бы хотя бы, чтобы Ларри перемещался. Короче, они вместе скипались на нижний этаж. Так, здесь можно сразу это сделать. Квартира миссис Гибсон. Закрыто. Ключ от 201. Теперь появился. Можем тоже сразу здесь играть. Старая квартира Розенберг закрыта. Эй, миссис Гибсон? Фу, зия комнаты несет тухлятины. Интересно, мы не посмотрим, что ли? Он и до этого был-то просто слепой. А, ну я не могу зайти туда. Так, J, L, L, K, J, K, L. Все, дальше не пройти. Мрачные ноты. Эдисон. Маленький мальчик на пороге забвений. Завороженный бескрайней бездной. Связанный и измученный миром людей. О, мы впервые видим... Узник плоти и кости. Теренс. Это давно произошло с вами? За Ларри можно играть? Нет, все, за Ларри больше нельзя играть. Ебать. И что это такое? Гигантская сопля? Это с вами культ сделал? Дитя не выбирает свою судьбу. Так заведено испокон веков. Я, короче, не посмотрел стрим, нормы, чарвы, бюджет, потом гляну, как лох в прохождении в ютубе. Спокойной ночи, Вань. Да не за что, спокойной. Спасибо за 100 тысяч рублей. Вскоре ты поймешь истинное единство, что дарует Бесконечный. Бесконечный это ты? Почему ты заражаешь души в этом здании? Блядь, это все время это был Терр, этот Эдисон? Тьма сочится сквозь все сущее и подчиняется нашей воле. Мы вечны. Мы превзошли смерть. Теренс, я знаю, вы где-то там. Вы должны остановить это безумие. Ты обращайся к тому, у кого больше нет. Твое сопротивление бесполезно. Ой. Сейчас шумоподавление сделал на микрофон, чтобы лишних звуков не было. Тогда я сам остановлю тебя. Ты попытаешься и не сумеешь. Так происходит всегда. Что-то похоже было на картинке... Ой, тут и на листочках. Начальство. Ух ты. Так, поехали. Джей. Кей. Кей. Эл. Попал. Срубил. Есть. Поехали дальше. Так, 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 так. Уже, уже на дрочке, не выехали, ребят. Так. Потерял. Так, 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 так. Это, типа, боссфайт, да, такой? Аля. В чем суть игры? Брат, глянь прохождение в ютубе. Уже это вот... Уже почти концовка получается. Ну, я правильно понимаю? Первый раз мы этот символ нажали. Есть. Кто это? Я ждал тебя, Сал. Я знал, что это будешь именно ты. Знал с того момента, как тебя увидел. Терренс? Приношу свои извинения, милый друг. Я был несколько не в себе и многим причинил боль. Теперь все кончено? Почти. Боюсь, осталось последнее задание. Отвратительное, страшное задание. Каким бы оно ни было, я его выполню. Все, что угодно, чтобы остановить это навсегда. Ты должен убить всех, кого запятнала тьма. Но это же все жильцы здания. Моя семья, мои друзья. Мы изгнали тьму из душ. Мы их уже спасли. Боюсь, их невозможно спасти, Сал. Слишком поздно. Их души были уничтожены. Если тени не сдержать, они просочатся сквозь щели и угаснут многие тысячи других жизней. Мое сердце болит за тебя. Я знаю, что ты потеряешь все, как потерял я много лет назад. Я не смогу это сделать. Пожалуйста, не заставляйте меня это делать, Терренс. Выбор за тобой. Я знаю, что эта ноша неимоверно тяжела, но также знаю, что ты примешь правильное решение. Я... Да хуеть вообще. То есть мало того, что... Вот нож. То есть мало того, что этот Терренс... Ребенком почему-то перед нами сейчас предстал. Значит, его скорее всего поработили еще ребенком. Он сделал вот это вот здание. О, нихуя, тут можно комиссию покрывать. Ничего себе, познаю. Донейшн, наверное, в 50 месяцев. Спасибо большое, Альбима, за покрытую комиссию. Передаю привет своему... Я сдал экспо экономики только что, результаты пришли. А, удачи тебе завтра. Спасибо большое. Поздравляю экономика, нихуя себе. Поздравляю. Охренеть. Ну, типа у нас нет выбора, мы берем этот нож. Собственно, скорее всего, это расследование и вели. То, что мы всех убили, скорее всего, мы всех убьем. Да. Пиздец. Эдисон прав, Сал. Ты должен это сделать. Мне ужасно жаль. Другого пути нет. Мне сейчас реально ходить всех хуярить? Убить миссис Гибсон. Мне что-то не здоровится. Поможешь мне зайти в квартиру, Сал? Салли, Крамсалли, ты не видел нашего Тодда. Нам нужно поговорить с ним. Охуеть. Привет, чел. Рад, что ты решил вернуться. Но теперь-то мы зашел... Охуеть. Ебать. Даже этого дохрека, что ли, будешь хуярить? Здоров, Сал. Ты как, норм? По-моему, тут что-то странное, тварь. После этого, блядь, называется не поместительница, а не втыкалого. Суду тоже, блядь, что ли, убьем? Савик, Крамсавик, тебе можно покататься у тебя на плече? Охуеть, чуваки. Вообще охуеть. Салли, Крамсали. Где-то вообще только переехал. Че как, братишка? Выглядишь дико уставшим. Все путем. На диван, бля. Пиздец. Привет, дружок. В холодильнике осталось немного лазани, если ты проголодался. Знаешь, возможно, я говорю это не так часто, как следовало бы, но я тобой горжусь, Сал. Ты прошел долгий путь, и я знаю, что порой было нелегко. Я смотрю на тебя и восторгаюсь мужчиной, которым ты становишься. У тебя большое будущее. Я уверен. Я люблю тебя, приятель. Глаз от сабли, вот этот слева. Просто его последняя эмоция. Настолько большой шок, что вообще пиздец. Что-то не так. Я потерял сознание в домике на дереве. Я очнулся в храме. Они меня связали. Там было что-то еще, кажется, демон. Они сделали надрез и взяли у меня кровь. Потом я услышал какой-то громкий звук и снова потерял сознание. Когда я пришел в себя, они уже ушли и меня развязали. Мне нехорошо, Сал. Кажется, я умираю. Розвонок от Тодда я получил около трех ночей. Тодд так сильно плакал, что я едва смогла разбороть его слова. Я поняла, что Тодд и Сал вляпались в неприятности и находятся в апартаментах. Звучало серьезно, поэтому я перезвонила в полицию и сразу же поехала туда сама. Я приехал одновременно с полицией. Идя к парадному входу, я увидела, как Тодд убегает в лес. Я позвала его, но он даже не обернулся. Я подошла к зданию и увидела Сала. Он стоял в дверях с ног до головы, перемазанный кровью, и смотрел в пустоту. Он бормотал одно и то же за разом. У меня не было выбора, я должен был это сделать. Другого выхода не было. Я попытался поговорить с ним, но он никак не реагировал. Копы оттащили от меня от него до того, как я успела подойти ближе. Сал не злой человек, не плохой. Ему просто нужна помощь. Доктор Роткин, вы проводили оценку психического состояния мистера Фишера, пока Тодд находился в тюрьме. А также несколько месяцев занимались с ним терапией. Все верно? Да, все верно. Какие выводы вы сделали на основе... Какие выводы вы сделали на основе своего общения с подсадимым? Я уже ебанули, доктор. По моему профессиональному мнению, Сал Фишер четко осознавал свои действия и находился в здравом уме, когда убил всех жителей апартаментов Эдисона. И эта замысловатая история, которую он сочинил, всего лишь выдумка. Его попытка выставить себя героем, а не злодеем. Он говорил столь убедительно, что я даже начал ему верить. По просьбе Сала я отправился в апартаменты, чтобы смотреть домик на дереве, но абсолютно ничего там не нашел. И чем дольше я копал своего истории, тем больше несовпадений находил. И эти несовпадения, а также противоречивые улики, доказали мне, что Сал не помешан, а всего лишь лжет, чтобы себя защитить. Как вы считаете, представляет ли Сал Фишер опасность для окружающих? Представляет. Несомненно. Господа присяжные, готовы ли вы огласить вердикт? Да, ваша честь, мы готовы огласить вердикт. Итак, каково ваше решение по делу Сала Фишера против округа Нокфелл? Спасибо большое, проза 187 тысяч рублей, Поля. Коллегия присяжных объявляет подсудимого виновным в массовом убийстве первой степени. Я согласен с вердиктом присяжных и в связи с тяжестью современного совершенного преступления, в настоящем я приговариваю Сала Фишера к смертной казни. Нет, вы не можете так поступить, он болен, ему нужна ваша помощь. Порядок, порядок в зале суда. Три года спустя. Эшли делала все, что в ее силах, чтобы не допустить смерть Сали, и каждая ее попытка терпела крах. Она сидит в гостиной, в то время как в новостях объявляют, что сегодня Салли будет казнен. Ее охватывает невыносимая печаль. И тут в голову Эш приходит мысль, которая способна все перевернуть. Только вот действовать нужно быстро. Ларри, ты тут? Пожалуйста, чувак, если ты тут, покажись, мы должны помочь Салу, он в опасности. Я принесла твою старую музыку. Если это не сработает, я сюда больше никогда не поднимусь. Ларри? Боже, просто ебануться. Привет, Эш. Вы все это время говорили правду. Ммм, тоже мне новости. Так и знала. Ну, то есть я, конечно же, сомневалась, но очень-очень хотела вам верить. Просто не вываливайся из домика, лады? Чего? Забей. Как нам помочь Салу? О, у меня есть план. Просто постой секунду, смирно. Еп, как ярко-то. Черт. Ура, получилось. А это разве доказательство, типа, сфабрикованная хуйня какая-нибудь может быть? Летит, летит. Ой, я могу управлять, прикиньте. Ой, я могу управлять. Если ты опоздала, дорогуша, его сейчас пристегивают к стулу. Остановитесь, он говорил правду, у меня есть доказательства, прошу. Вы должны остановиться, просто посмотрите на то, что я нашла. Эй! Остановитесь! Бам, нахуй. Че у нас с лицом, чуваки? Нет. Нет! Время смерти 18.33. Сал, боже, нет. Страдание, достижение. Гра свернулась. Любящая жена Германа Сандерсена. Любящий муж, Кассандер Сандерсон. Янис и Рей делят одну могилу, даже смерть не смогла их излучить. Не могу. Сын, муж, муж, отец, друг. Привет, Пых, скучаю по тебе, братан. Сын, Лиза и Джима Джонсонов. Тело Ларри так и не нашли. Мать Ларри Джонсона, жена Генри Фишера. Лиза всегда была до брака, не считала меня частью семьи. Муж Лизы Джонсон Фишер. Отец Сала Фишера. Не представляю, как больно было Салу. Сын Генри и Дианы Фишеров. Жаль, что тебя нет рядом, Сал. Прости, что не навещала пару ночей. Тучи сгущаются. Прошло пять месяцев с тех пор, как тот сбежал из лечебницы. Надеюсь, он в порядке. Наверняка он под сраной церковью. Это единственное место, куда мы не смогли добраться. Они там, я уверен, и у них мой Тодд. Ты забрал оставшийся динамит у своего армейского приятеля? Прошлой ночью. Ты нашла, как пробраться внутрь? Кажется, да. Пойдем во вторник ночью, они в это время всегда сидят тихо. Помни наш уговор, если нас поймают... Не поймают. Мы вытащим Тодда и разнесем это место в крошки. Нил, я серьезно. Я тоже, но если нас поймают, мы заберем их с собой. Я готов. Хорошо, хоть кто-то из нас готов. Они собираются еще и камикадзе делать из себя, бля. Фотография. Это Ларри? Помню, как мы сделали это фото. Это было после того, как ушел отец Ларри. Ларри и его мама несколько лет жили с бабушкой. Прямо через дорогу от меня. Тогда-то мы и подружились. Гизма. Привет, Гизма, тебе что-нибудь нужно? Он не покидал свою комнату, твою комнату со дня казни. Как будто все знает. Подвал. Мэйпл. Привет, Мэйпл. Ты как? Мы с Нилом скоро вернем Тодда. Возможно, придется посадить его с тобой. По крайней мере, пока не найдем вариант получше. Ебать жуть. Надеюсь, ты не против. Мне нужно быстренько сбегать в сарай, но когда вернусь, принесу тебе вкусный горячий суп. Не зря заметил эту полость в прошлый раз. Мэйпл даже напыхает. Да, да, да. День 1. Мэйпл начала прислезать угрозу для себя окружающих. Пришлось ее запереть. День 7. Большую часть времени Мэйпл находится в сознании и сохраняет ясность ума. Она благодарна за то, что мы пытаемся ей помочь. Мы заметили, что порча оживляется по ночам. Сегодня мы укрепили клетку в целях безопасности на неделе на Мэйпл наручнике. Короче, типа, это вот... Ее не убили. Сал не убил, хотя она была осквернена. Я понял, что пятый эпизод начался. Вот. Но вот так вот, типа... Было бы со всеми, скорее всего, жителями дома. А какой там пароль? Нет, неправильно. О, точно, код. Заметки, кода. Взять сверток. Берем, да? Мы получили эти странные пирамиды по почте. Очередной сверток от нашего таинствового помощника-оккультиста. Третья пирамида лежала у Тодда в сарае. В своих заметках он написал, что нашел их в храме под старыми апартаментами. Кажется, они важны. В заметках Тодда об этих пирамидах встречается несколько упоминаний пророчества. Он разыскивал две другие. Мне кажется, они с тобой как-то связаны. Как бы я их ни крутил, ничего не происходит. А мне-то казалось, на этот раз хоть что-нибудь случится. Сал, я должна тебе еще кое-что рассказать. Поначалу подмены были откровенно дерьмовыми, но теперь они научились их делать. Разница стала почти незаметной, никому нельзя доверять. Ох, чувих, у меня от них мурашки по коже. Они даже не люди. И не говори. Думаешь, мы сможем найти Сала с помощью этой пирамидной хреновины, которую раздобыл Тодд? Похоже на то. Я собрала все, что смогла найти о старых пророчествах культа. Там говорится, что началом их конца станут три пирамиды. Все указывает на то, что Сала единственный, кто может их остановить. Не уверена, что именно нужно делать, но других вариантов у нас нет. Я всегда знал, что Сали Крам Сали ждут великие дела. Не сдавайся, ты должна найти его. Не сдамся, ни за что. Осталось найти еще две пирамиды. Я... Тебе больше нравится Капибар или Квоки? Не знаю, Квоки какие, Капибар прикольно выглядят. Я тебе помогу, когда выберусь из этого ебучего домика на этом ебучем дереве. Ларри, ты уверен, что это хорошая идея? Вдруг мы сожжем домик и все станет только хуже? Поверь, хуже некуда. Не могу я так больше жить. Хотя жить, конечно, сильно сказано. Ну да хрен с ним. Задолбался я тут торчать. Ты не понимаешь, каково мне. Эта пытка меня ломает. К тому же, по-другому снять заклинание мы не смогли. Вдруг ты окажешься в черной комнате, а не на свободе. Вдруг твоя душа растворится во тьме. Все возможно. Но лучше кануть небытие, чем дальше влачить такое жалкое существование. Прошу тебя, Эш, помоги мне. Пообещай, что все будет в порядке. Пообещай, что не растворишься. Хартбрекер, не увлекайся спамом, пожалуйста. Обещаю. Мы сожгли дерево. Я возвращалась к сожженному дереву несколько недель подряд. Ларе, больше нет. Я больше не могу туда ходить. Очередной проёб в длинном списке моих провалов. Этим утром я пришла к Нилу, но... Ау, Нил, ты дома? Есть какой-то предатель культа. Был какой-то предатель культа. Послушай, мы собирались пойти этой ночью в храм, я взял оси-4 из сумки Нила. Какие-то дела культа. Где может быть этот Нил? Найти Нила. В комнате села пусто. Подвал, ванная. Моется, что ли? Нет. Мэппл сбежала. Бляха, дело трянь. Это входная дверь хлопнула? На столе лежала записка для меня. Эш. Эш, у них Мэппл и Нил, ты должна действовать быстро. Сегодня храм почти не охраняется, заходи через ход, о котором я писал раньше. Как только окажешься в главном зале, нужно будет вести себя аккуратно. В храме есть 4 столба, в которых стоят священные чаши. А, это... Это предатель. Разместишь на них заряды, сможешь взорвать весь храм. Устанавливай их за чашами, и всё будет нормально. Только ни в коем случае не задевай чаши, будь осторожна, и удачи. На обратной стороне письма была нарисована карта с расположением чаш. Я не стала терять времени и сразу направилась в храм. Такс, найти Нила. Карта храма. Объясните мне, как с этим, бля, работать. Такс, окей, карта храма. Нам сейчас направо, получается. Или что, вот вход. Или налево. Скорее всего, это места, для куда надо заложить... Ух ты. Без фабрики мы потеряем подследователей. С тех пор, как случился пожар, и в апреканце становились всё более сумасбродными, сколько сенаторов. Тыс, не говори так. Хочешь закончить, как Пакертоны? Всё будет хорошо. Не теряй веру, сестра. Грядёт снисхождение. Кубик. Три. Так, значит, мы справа. Нам надо до конца сюда. Ух ты, блядь. Так. Внутренний восточный коридор. Значит, это мы возле входа, здесь, и мы ставим здесь И4. Ага. Где-нибудь ещё внешний надо поставить? Да, вон там. Так, это вот этот... Это поворот, а вот это вход во внутренний коридор восточный, да? Да. Это у нас дверь, которая заперта, судя по всему. Да. Здесь у нас опять... Это уже внутренний, восточный, западный коридор. Угу. Проходим. Здесь мы ставим С4. Теперь нам надо внутрь. Мы поставим С4 здесь, и лучше нам пойти дальше. Дальше уже повороты, полагаю. Внутренний западный коридор. Пошли здесь. Центральный зал. Упс. Нужно уносить отсюда ноги. Кайфуют озвучки. Спасибо большое. Так, мы опять в центральном коридоре. Мы поставили только что здесь. Ту бомбу. Внутренний западный коридор. Это у нас дверь. Что это за дверь? Так, аккуратно. Западный коридор. Оп, съебались. Внутренний западный коридор. Это у нас южный коридор. Это то, откуда мы пришли. Значит, у нас осталась одна... Бомба? Сейчас я ее положим по-быстрому. Это что такое? Дверь. Нам здесь надо до конца вроде. Все на месте. Так, теперь мы что делаем? Поставили здесь. Нам в подвал теперь надо? А значит, нам сюда, подземелье. Эш? Нил, Нил, ты в порядке? Бывало и лучше. Как ты сюда пробралась? Потом расскажу. Сначала нужно тебя выдащить. Видел Мэйпл с Тоддом? Мэйпл в соседней клетке. И тот тоже тут. Я заметил его, когда нас сюда тащили. Тодд в другой комнате. Только не уверен в какой. Меня хорошенько долбанули по голове. Аж скоро что-то произойдет. Что-то масштабное. Что-то очень плохое. Я успел заметить, где они хранят ключи. Сначала вытащу тебя, а потом мы пойдем за Мэйпл с Тоддом. Ключи у одного из охранников. Но это слишком опасно. Даже если ты умудришься достать ключи, мы не справимся с Мэйпл и Тоддом. Они совсем обезумели. Мы справимся, я уверен. Я думаю, что пришло время плана Б. Нил, нет. Спасай себя. Кто-то должен это пережить. Я вас здесь не брошу. Я не могу снова потерять друзей. У нас нет другого выбора. Эй, ты! Бежим, бежим, бежим. Ать, ать, ать. Черт, стоп. Я узнаю этот голос. Кто ты такой? Рэвис? Тебе нужно уходить. Если тебя поймают, добром это не кончится. Чувак, что с тобой тряслось? Ты отвратительно выглядишь. Не притворяйся, что тебе на меня не насрать. Просто проваливай отсюда. Чувак, прекрати. Ты можешь помочь нам с Мэйпл и Тоддом. Давайте все вместе отсюда свалим. Поверь, это совершенно невозможно. Трэвис, я знаю, что ты хороший человек. Сал это тоже понимал. Он вступился за тебя, когда остальные отвернулись. Ты же помнишь, сделай это ради него. Сал мертв. И ты тоже умрешь, если останешься здесь. Черт возьми, почему ты отказываешься нам помогать? Вообще-то я как раз пытаюсь это сделать. Он прав, Эш. Он прав, Эш. Уходи отсюда. Но все в порядке. Я смирился и наконец-то буду рядом со своим Тоддом. Трэвису пришлось тащить меня силой. Я не хотела уходить, хоть и понимала, что они правы. Я знаю, что мы собирались подорвать храм, даже если облажаемся. Но я не смогла. Смогла заставить себя нажать на кнопку, зная, что там мои друзья. Если ты вдруг меня слышишь, Сал, мне нужна твоя помощь. Прошу. Прошу. Я не верю, что ты мертв. Вспоминания и сны. Это опять происходит. Вспышки. Что со мной? Ты свободен. Ты сломлен. Ты должен обрести равновесие, победить хаос внутри. Не дай своим кошмарам просочиться в реальность, Сал. Найди опору. Не слушай его, Сал. Поддайся своим снам. Поддайся хаосу. Только так ты сможешь найти себя. Слишком опасно. Он не готов. Следуй зову сердца, дитя. Нет, прислушайся к голосу разума. Я здесь уже был? Ты был здесь всегда. Да черт с вами. Дом в пустоте. Черная комната. Человечество барахтается в бесконечном космосе в попытке убежать от сумерек. Но все рано или поздно возвращаются в тень. Так, ну что мне делать здесь? Ну, по лестнице. А, вот, белая комната. Рассвет из человечества одержал победу над древнейшим конфликтом. Они нечто из ничего. Ты не должен позволить им угаснуть. И белая комната. Здрасте. Я рад, что ты не забыл, где меня искать. Я вас знаю. Мы разговаривали много раз, Сал. Вы что, собираетесь говорить загадками, как голоса? Погодите, Джим? Когда-то я был им. Часть меня была. Я пошел на огромный джет, чтобы попасть сюда, и многое потерял на пути. Понятно, загадки мне обеспечены. Ваша семья мне так жаль. Эвелин, Ларри, Лиза. Мне тоже было жаль. Раньше мне казалось, что я могу спасти их имени в будущее. Я желал только этого. Это батя Ларри. Лиза с Ларри были светочем в моей жизни. Я никого и никогда так сильно не любил. Я не считаю, что ты виноват в их смерти. Я понимаю, что так было нужно. Ты тоже многое потерял в тот день. Но от этого никуда не денешься. Все живое рано или поздно умирает. Я помню, каково это жить, чувствовать. По постоянной буре эмоций я не скучаю. Только вот все это было зря. Тени никуда не делись, а пожиратели скоро призовут чуму. У них слишком много влияния. Я не смог остановить их. Я зря умер. Я зря убивал. Ты все еще можешь остановить их, если захочешь. Более того, ты ключ к их уничтожению, если тебе теперь не все равно. Вы опять про это дурацкое пророчество. Никакой я не избранный, не герой. Я никого не сумел спасти. Не бывает избранных и героев. Бывают только люди, которые выбирают героические поступки. Победа или проигрыш. Свет или тьма. Добро или зло. Это больше не имеет для меня значения, но я все равно хочу помочь тебе, если ты согласишься. Да как я могу быть на такое способен? Когда ты умер, твоя душа раздробилась, даровав тебе необыкновенную способность. Ты можешь проникать в параллельные миры, но сперва придется потренироваться. А как мне потом вернуться в свой мир? Это будет непросто, но я подготовился к твоему приходу. Я смастерил устройство, которое тебе поможет. Опять устройство. Твоя подруга Эшли уже поставила устройство на твоей могилы. Это замечательно. Но устройства больше частей. Их нужно собрать в трех мирах, в которых они спрятаны. Три пирамиды Асинтмы спрятаны в трех головоломках. Ты должен их собрать. Вы же сами спрятали эти пирамиды Астмы или как их там. Вы не можете мне их принести? Это невозможно. Я больше не могу вмешиваться в такие дела. К тому же, я стер из своей памяти решение головоломок на случай, если кто-то попытается украсть пирамиды. Но я могу показать тебе, где они находятся. Ну, хоть время выигрывай. С чего мне начать? Раньше здесь была дверь. Минуточку. А, вот же она. Такс. Твой путь начнется за этой дверью. Будь начеку. Так, ну, блядь, давайте со следующего стрима начнем. Все-таки оказывается еще долго.